Давайте немножко заземлимся, потому что я чувствую сильное волнение. И на самом деле мне не нравится это ощущение совсем. Дамы и господа, это Чилл в прямом эфире. Меня зовут Артем Дмитриев. Наша задача в эти сложные времена найти в себе опору, найти в себе ощущение стабильности. И сохранить по возможности трезвость рассудка. Это сложно, но возможно. Вопросы психологического толка пошли уже, я их получаю. Как найти свое предназначение в жизни, зачем я на этой земле и чем я могу быть полезен? Пишет мистер Грей 11 в инстаграме. Как найти свое предназначение в жизни? Это вопрос даже не психологического толка, а скорее такого экзистенциального. Кто я и куда я иду? И зачем, самое главное. Какая цель пребывания нашего здесь, в этом отрезке времени? На данном этапе я воспринимаю жизнь как некий подарок. Некий презент. Который вещь в себе на самом деле. Это подарок. Вот такой подарок. Хороший он, плохой, дело десятое. Но это подарок. Им можно воспользоваться как хотите. Но вот представьте, на ваш день рождения вам подарили... Не знаю, там, мыльный набор. Вы можете им воспользоваться, помыться. Можете передарить. Можете выкинуть. В сущности, можете с этим подарком делать все, что угодно. Так и с жизнью, на мой взгляд. У нас есть ограниченный срок использования вот этого подарка. Это как сертификат на жизнь. У каждого он есть. Это ценность, безусловно. И, соответственно, дело не в предназначении, а в том, что ты будешь делать с этим подарком. Можешь всю жизнь пролежать на печите. Слово никто не скажет. Можешь менять мир. Как это делает, например, Владимир Путин. И другие политики. Можешь пойти учиться на психотерапевта. Можешь заняться музыкой. Можешь родить что. Это презент. Это подарок. Это сертификат на жизнь. У этого сертификата есть очень конкретный срок использования. Ну, допустим, 70-80 лет. Мне 41. Значит, осталось 30. Ну, максимум 40. И то не факт. Во всяком случае, не больше 40. 40, да. Больше 100 лет никто не проживал. Ну, очень мало таких людей. И вот этот сертификат на 70-80 лет дан каждому. Тем, кто в депрессии, тем, кто в радости, тем, кто в тоске, тем, кто президент, тем, кто... Да кто угодно. Есть сертификат на жизнь. И предназначение в жизни одно единственное. Этот сертификат использовать. Вот и все. Это как сертификат в спортклуб. Можешь туда не ходить, пожалуйста. Можешь ходить каждый день. Можешь в клубе клеить девчонок. Можешь парней. Можешь никого не клеить. Смотреть в одну точку. Можешь сесть и растяжкой заниматься. Делай, что хочешь. Я так сейчас это воспринимаю. Жизнь бессмысленна. Как таковая. Смысла в нем ноль. Только мы придаем смысл своему существованию. Психологические вопросы. Я, Артем Дмитриев. Помимо создания музыкальной программы ЧИЛ, в данный момент учусь в Московском институте гештальта на психотерапевта. Что из этого получится, мы посмотрим в каком-то далеком будущем. Сегодня попытаюсь помочь каждому и себе в том числе найти опору. Чувствовать себя более стабильно. Вот я читаю в ВКонтакте. Я веду, напоминаю, трансляцию в двух социальных сетях. Это ВКонтакте и Инстаграм. Читаю комментарии ВКонтакте в группе. И они меня, честно говоря, удручают. Потому что там начинается говносрач на тему Украина и Россия. Это грустно. Вообще грустно на самом деле, что мы все вместе втянуты в выяснение отношений, к которым, в сущности, имеем очень опосредованное отношение. Я живу в Петербурге, в центре города. И такие вещи очень далеко от меня. Все, что я чувствую, это страх, беспомощность и смятение. Вот и все. Какими инструментами саморегуляции ты пользуешься помимо медитации? Ну, безусловно, это психотерапия в большой степени меня стабилизирует. Физическая активность. Я практически каждый день чем-либо занимаюсь. Физически имеется в виду. В последнее время очень сильно стабилизируют меня прогулки. Я очень много хожу пешком. Ну, в день, часа полтора, наверное, каждый день. И это здорово меня стабилизирует, потому что у меня появляется время на то, чтобы подумать и обдумать вообще, где я нахожусь и что происходит. И последние мысли, кстати говоря, на которые я наткнулся, о них я рассказываю в сегодняшнем автопе. Это как раз по поводу ограниченности времени и присутствия каждого из нас на Земле. И это заставляет очень сильно задуматься над тем, что действительно важно. Ребята, нас совсем скоро здесь никого не будет. Все, кто пишут в этом чате, мы все помрем. Никого не будет. Обязательно. Сто процентов. Инфа сотка. Никто из прошлых поколений не остался на Земле. Никто, ни самые жестокие правители, ни святые мудрецы, ни Иисус Христос, ни Шива, никого нет. Это сильно освобождает. Потому что какая нахрен разница, можно делать все, что угодно, все равно нас никого не будет здесь. Никого. И абсолютно неважно, что происходит сейчас, потому что через 30-40 лет все обнулится. Как ровно то же самое произошло с событиями прошлого. Помните ли вы войну 1812 года и сражение с Наполеоном? Нет. Трогает ли это вас как-то эмоционально? Вообще нет. За нами придет новое поколение. И все. Все будет сожжено. С другой стороны, ограниченность времени, она заставляет задуматься, на что же тратить его. На что тратить это время. Возвращаясь к способам саморегуляции. Прогулка, медитация, ну и, кстати, расписание дня. У меня достаточно четкое расписание, оно здорово стабилизирует. И вообще, вовремя ли ты поел? Выспался ли ты? Как чувствует себя твое тело? Это очень и очень сильно влияет на общее ощущение от жизни. Я бы, наверное, это также внес в список саморегуляции. Отвечаю на психологические вопросы. Меня зовут Артем Дмитриев. Я учусь на гештальтерапевта в Московском институте гештальта. Отвечаю на психологические вопросы. Что вы думаете насчет антидепрессантов? Спрашивает Анна Нудсубидзе в ВКонтакте. Значит, что касаемо антидепрессантов. Антидепрессанты – это вещества. Это вещества, которые очевидным образом меняют биохимический состав тела. Таким образом, попадая в кровь и изменяя химический состав, они влияют на мозг, влияют на гормоны. Ровно таким же образом ведет себя алкоголь и другие вещества. Все один в один. Даже если шоколадку вы съели, можно считать, что вы воспользовались антидепрессантом. Проблема заключается в том, что, употребляя антидепрессанты, вы таким образом, в какой-то степени, перекладываете ответственность на таблеточку. Типа, я таблеточку выпил, все должно поправиться. Мне должно 100% стать лучше. И таким образом вы снимаете с себя ответственность на работу именно ментального и психологического толка. В этом большая опасность. По-моему, всего прочего, антидепрессанты вам выписывают психиатры. Это ребята с медицинским образованием, которые очень и очень любят раздавать диагнозы. Диагноз – это некая определенность, которая, с одной стороны, стабилизирует, а с другой стороны, очень и очень пугает. Тем более здоровых людей. В какой-то степени приговаривает к этому диагнозу. У меня 14 или 15 уже лет психотерапии личной. Я не пил депрессанты ни разу за время своей психотерапии. Хотя ситуация и самочувствие было очень разным. Но я никогда не пользовался антидепрессантами. И, честно говоря, сейчас, оглядываясь назад, я рад этому. Потому что важны не таблеточки, а важно то, как ты мыслишь. То, как ты воспринимаешь реальность. Твое восприятие реальности влияет на тебя же самого. Ты пугаешься, тебе страшно. У тебя выделяются определенные гормоны, которые также меняют состав крови. Вот и все. Поэтому, в какой-то степени, наверное, при действительно диагнозах, при психиатрических нарушениях, антидепрессанты неизбежны. Но если мы здоровые люди, и у нас есть некие эмоции по поводу, Я считаю, что антидепрессанты — это избыточная мера. Мое мнение. Давайте почитаем, что пишут в Инстаграме. Когда читаешь новости, видимо, о войне, наступает паника. Как быстро отключиться от новостного эгрегора? Пишут чисто был мысли. Задача СМИ — захватывать внимание, как и социальных сетей. Это их, так сказать, то, чем они питаются, нашим вниманием. И понятно, что лучше всего продается страх и ужас. Поэтому надо понимать, что СМИ нагнетают не случайно. Чем страшнее нам, тем легче нас взять в оборот этого внимания и в том числе продать нам рекламу. Поэтому, мое мнение, нужно полностью отключаться от всех новостных ресурсов. Вы ничего не можете сделать. Все, что в вас ответным эмоциональным фоном присутствует в результате поглощения бесконечного количества негативных новостей — это паника и страх, и беспомощность, с которой на самом деле справляться очень сложно. Чтобы быть в беспомощности, нужно тренировать психику очень долго. Я вам честно говорю. Это очень мучительное переживание, когда вы ничего не можете сделать и просто наблюдаете. Наблюдаете насилие над другими людьми. Что мы можем сделать? Вообще ничего. Зашла на минутку сказать, что ваши подкасты — это лучшее, что случилось в 2021-м. Сейчас слушаю медитацию и про Икигай. Спасибо за ваш труд. Пишет Лена Кош в Инстаграме. Привет, Лена. Я благодарю. Я искренне надеюсь, что Чилл помогает, тем более в такие непростые времена. Дальше читаю. Отвечаю на психологические вопросы специально для тех, кто волнуется, переживает. Ищем состояние Чилл в сегодняшнем прямом эфире. Стасия 753 по теме «Как избавляться от тревоги?» спрашивает. Встает вопрос «Зачем вообще избавляться от тревоги?» Это очень важный вопрос. Потому что эмоция, которая возникает у вас внутри, это некий сигнал. О чем-то он говорит в ваших обстоятельствах. Вопрос «О чем?» Ответив на вопрос «О чем говорит эта тревога?» Станет ясно, надо ли от нее избавляться. И на благо ли идет эта тревога, или во вред. Поэтому здесь надо смотреть на вопрос «Не как избавляться?», а «Зачем избавляться?» Джулия Изи спрашивает «Что делать, если инсту выключат?» Давайте так. Когда выключат, тогда и поговорим. Техно-вумен спрашивает. Давай простыть. Жутко неприятно его испытывать. При этом чувствую, что меня как будто принуждают к нему. Как будто стыдом можно что-то компенсировать. Тема стыда крайне интересная. Тем более, кстати говоря, в социальных сетях. Стыда там целый километр. Проявлен он разными способами. Другой вопрос, что сам вопрос. Жутко неприятно его испытывать. При этом чувствую, что меня как будто принуждают к нему. Я не понимаю вопроса. Стыд – это эмоция. Эмоция всегда о чем-то свидетельствует. О чем-то. Ее задача – что-то нам сообщать. Вопрос – что она сообщает. Соответственно, дальше нужно разбираться. Лена Кош пишет в Инстаграме. Вчера прошла все стадии от отрицания до гнева. Сегодня только смирение. Лена, я сочувствую, что вы прошли такой путь. Длинный, на самом деле. Всего за сутки. Это тяжелое испытание. Дарья Болотова спрашивает. Как можно перебороть страх и панику? Сегодня не могла уснуть, потому что боялась повторения предыдущей ночи. Белгород. Украинцы, я не знаю в точности, в каких обстоятельствах вы сейчас находитесь. Я не знаю, что вы чувствуете, насколько вам страшно и как вы переживаете то, что происходит. Я никогда в жизни не присутствовал при военных действиях. Я не знаю, что это. Дай бог, я не узнаю. Если это с вами происходит, мне крайне жаль. Мне стыдно, на самом деле, за то, что... Я испытываю чувство вины. За то, что моя страна это делает. Мне очень жаль. Но с другой стороны, я и не знаю в точности причин, почему это так происходит. Я понятия не имею, да? Поэтому все, что мы можем сейчас сделать с вами, это быть вместе. И попытаться разбираться с тем, что есть. Вот, собственно, и все. Меня зовут Артем Дмитриев. Я автор и ведущий музыкальной программы ЧИЛ. Я учусь на гештальт психотерапевта в Московском институте гештальта. Сегодня, в эти сложные минуты, я отвечаю на вопросы психологического толка. Тем, кто беспокоится, пожалуйста, пишите в комментарии свои вопросы. Я на них попробую ответить. Времени у нас не так много. Вопросов я вижу колоссальное количество, но попытаюсь что-то ответить. Анастасия СМ пишет в инстаграме. Спасибо за поддержку в этом видео. Игнорировать новости не получается, а они нагнетают панику. Какие методы и способы посоветуешь? Анастасия, дорогая, я вам посоветую отключить все источники информирования. В целях наше внимание. Страх продается идеально. Поэтому давайте не будем позволять СМИ брать нас за грудки и втягивать в волну хейта, паники и ужаса. Паника никогда никому не помогала. Никогда в жизни. Паника – это дестабилизирующее состояние. Неконструктивное. Отключайте все. И все. Поверьте, все главные новости до вас долетят. Лена Кош, мне стыдно за тех людей, кто говорит, что им стыдно за то, что они русские. Мне не стыдно за то, что я русский, тем более я наполовину еврей. Мне не стыдно. Что происходит? Спрашивает СИЯ, 7341. СИЯ, я вышел в прямой эфир. И отвечаю на психологические вопросы. Майдримскомтру8 пишет в инстаграме. Поднялся пласт памяти родовой. Все предки воевали. Блокадники и так далее. У меня началась тревога. Перед глазами картины войны. Хотя новости не смотрю. Короче, как работать с тревогой? Слезы, истерики нет. Значит, я вчера тоже себя поймал на мысли, что мне страшно. Особенно, когда я увидел выступление президента, который агрессивно сказал, что если что, всем будет полный... Ну, понятно, да? Я тоже это увидел. Мне стало очень не очень. Я это все выключил. Просто потому, что что я могу сделать? У меня возникла мысль, что пора валить из страны и всякое такое, да? Ну, страшно просто. Тупо страшно. Но, повторюсь, в какой-то степени мы беспомощны в данный момент. Это уже происходит. Что с этим делать? Пока не ясно. Как работать с тревогой? Во всяком случае, не провоцировать ее, да? Не подписываться на паблики, не смотреть видео, где танки едут по улицам. Может быть, это фейки, может быть, не фейки. Мы не знаем, да? Что делать с тревогой? Делать то, что мы можем делать. Заниматься своими делами. Все. Контролировать то, что мы можем контролировать. Управлять тем, чем мы можем управлять. Воздействовать на то, на что мы можем воздействовать. Я считаю так. Так, ищу в инстаграме какие-то вопросы. Ни одного вопроса нет. А, вот есть, появились. Можно ли меня назвать счастливым человеком? Пишет Лиана Росс в инстаграме. Дамы и господа, счастье, я уже писал это в своих постах, счастье категорически переоценено. Само понятие счастья. Счастье в том смысле, что я постоянно испытываю безмерный подъем, безграничную эйфорию и кайф 24 на 7, в этом смысле я несчастлив тотально. Потому что даже приблизительно ничего этого нет. Поэтому то, о чем вы спрашиваете, а скорее всего вы спрашиваете именно об этом, нет. К этому я отношения никакого не имею. Я могу сказать, что знание себя, своих эмоций, позволяет мне чувствовать себя стабильно. В разные моменты своей жизни. Стабильно. Счастье ли это? В какой-то степени да. Аза Копачева. Артем, как часто вы медитируете? Как давно? Какие у вас результаты? Что такое результаты в медитации? Это же не соревнования по медитации. Какие результаты? Результат один всегда. И психотерапии, и медитации, и любой деятельности, это лучшее знание себя. Вот и все. А лучшее знание себя улучшает качество моей жизни. Это совершенно очевидно. Да, Абутерман продолжает спрашивать меня про антидепрессанты. И пишет, что таблетки, они только понижают симптомы, не решают проблему. Так, совершенно верно. Проблему они не решают. Они меняют состав крови. Гормоны. Гормональный состав он меняет. Есть какие-то состояния и заболевания, когда антидепрессанты необходимы? Есть, конечно. Это психиатрия. И то, для чего в психиатрии снимаются симптомы, после этого начинается психотерапия. Лечение разговором, как говорил Зигмунд Фрейд. Те, полетай. Добрый день. Как во время медитации отключить голову и не думать о проблемах? Ответ никак. Медитация, повторюсь, это не имеет под собой задачу заниматься насилием по отношению к себе. Это уж точно. Медитация про другое. Медитация про саморегуляцию. Это важнее. И про наблюдение себя и устройство своей психики. Я пойду схожу за водой. Вы послушайте пока медитацию, музыку. И я вернусь, и мы продолжим. Я буду отвечать на ваши вопросы о психологии. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, леди и джентльмены, это Чилл. Меня зовут Артем Дмитриев. Я продолжаю отвечать на ваши психологические вопросы. Вышел в прямой эфир для того, чтобы найти опору в эти сложные времена. Вконтакте мне пишут Дмитрий Орлов. Он не уч, видимо, обо мне. Ученик корчит гуру, то есть он отвечает чушь. Он не знает, как отключать мышление в медитации. Дорогой Дмитрий, спасибо тебе за твое мнение. Ты глубоко заблуждаешься. Я не позиционирую себя ни гуру, ни как знающий человек. Я живу на планете Земля. Я учусь по мере сил. Я считаю, что у меня есть какие-то знания. Ты считаешь, что у меня их нет. Это твое право. В добрый путь. Дмитрий Орлов не сдается, пишет, что я ничего не знаю. Да, дорогой, я не знаю ничего относительно Вселенной. Я ничто вообще. Пыль на страницах истории. Это правда. Просто объективная реальность. И в данном случае я просто считаю, что в эти сложные времена нам всем нужна стабильность. Вот и все. Дмитрий Орлов продолжает. Вы врете. Вы знаете ограниченность своих знаний. Ты совершенно прав. Мои знания крайне скудны и ограничены. Я знаю, что я ничего не знаю. Об этом сказал Сократ. И я разделяю его этот подход. Чем больше я узнаю, тем больше я не знаю. И я чувствую, насколько много я не знаю. Если ты хочешь меня задеть, дорогой Дмитрий Орлов из ВКонтакте, у тебя ничего не получится. Потому что ты просто говоришь правду. Вот и все. Обо мне и главное о себе. Дорогой Дмитрий, я больше на тебя внимания не обращаю, потому что просто ты повторяешься. Это неинтересно и скучно. Придумай что-нибудь поинтереснее. Олеся Полякова пишет ВКонтакте. Артем, спасибо, что ты с нами. Вопрос, как помочь близкому человеку справиться с психологическими проблемами. Разговаривать не хочет. Дорогая Олеся, для того, чтобы разобраться с тем, надо ли помогать, надо понять, что вообще происходит. А потом уже заниматься помощью или отсутствием помощи. Поэтому я бы посоветовал понять, что происходит с человеком. Может быть, это психотерапия, психиатрический диагноз. Может быть, это какая-то сложность ментального толка в жизни. Может быть, ему просто нужно попить витамины. Правда, и они тоже помогают. Может быть, ему надо высыпаться. Никто не знает. Поэтому так сложно. Александр Азналин пишет ВКонтакте. Привет! Как твоя практика? Как можешь оценить свои успехи? Видимо, речь идет о медитации. Успехи скромные. Я сразу говорю Дмитрию Орлову из ВКонтакте. Если ты продолжишь писать тысячу сообщений абсолютно бессмысленных, ты будешь заблокирован. Просто предупреждаю. Володька Бутербродкин спрашивает ВКонтакте. Как побеждать мнительность? Дорогой Володька, что подразумевается под словом мнительность? Это ипохондрия? Это когда ты прислушиваешься к каждому стуку в своем организме или о чем идет речь? Дамы и господа, леди, джентльмены, меня зовут Артем Дмитриев. Я продолжаю прямой эфир. Отвечаю на любые психологические вопросы и пытаюсь сам стабилизироваться в эти непростые времена и стабилизировать вас. Вещаю в двух социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме. И, соответственно, продолжаю. Сейчас я выключу мне звонить и писать. Точнее, ток в социальных сетях. Продолжаю отвечать на ваши психологические вопросы. Артем, я сейчас в Мариуполе. Здесь страшно. Помогает дыхание, глубокое дыхание и музыка и твои подборки. Пишет Катерина Буйда. Катерина, я повторяю и напоминаю. Я сочувствую. Мне очень жаль, если ты такое испытываешь сейчас. ВКонтакте пишут, что изображение виснет. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Так, как в Инсте найти? В Инсте Чил Раша. Артем Чил. Набери и найдешь. Так, я поправил немного. ВКонтакте слышно меня, нет? Продолжаю отвечать на ваши психологические вопросы. Контакт нестабильно. Я не знаю, что с этим делать. Сорян. Контакт, в принципе, мне очень грустно, что испортили эту соцсеть и это ужасно. Все вопросы ВКонтакте, пожалуйста, напишите еще раз, я отвечу на все психологические вопросы. Что там на фоне играет? Виктор Ключук. Сорян за название, ну, за фамилию. Мне кажется, что ВКонтакте не работает у нас. Вот я сейчас начинаю очень злиться на ВК, потому что постоянно что-то падает, постоянно что-то не работает. Это отвратительно. Была такая замечательная соцсеть и все накрывается постоянно. Отвратительно. Здравствуйте, сохраните ли вы прямой эфир? Спрашивает в инстаграме Таня, да? Да, сохраню. Да, сохраню. Мы здесь ищем сегодня ЧИЛ, ищем стабильность, пытаемся не сбиться с пути в этой неопределенности, которая образовалась в мире. Меня зовут Артем Дмитриев, я автор и ведущий музыкальной программы ЧИЛ. Я учусь на психотерапевтом в Московском институте гештальта, и у вас есть возможность задать мне любые психологические вопросы. Мне это действительно интересно, и надеюсь, что вам тоже. так, в инстаграме спрашивает меня Далья Айтернам, когда татуху сделаете? Я сделаю это в ближайшее время. Я хочу сделать татуху здесь, написать ЧИЛ. Хочу написать ЧИЛ. Лесник, Лесняк Антон спрашивает, пробовал ли ты стоять на гвоздях? Нет, не пробовал. Отвечаю на любые психологические вопросы прямо сейчас, пожалуйста, задавайте. Артем, добрый день, настроение просто ужасное, хочется поднять, но ощущение, что это неправильно. Как перебороть? Екатерина Рина спрашивает, Екатерина, что неправильно? Желание, чтобы у тебя было хорошее настроение, несмотря ни на что? Странная мысль. Юрий Витрак спрашивает, как избавиться от чувства вины? Юрий, это одно из самых сложных чувств и переживаний, которые доступны человеку. Чувства вины. Это медленный убийца каждого, к сожалению. И очень многие, особенно на постсоветском пространстве, заражены чувством вины. И это очень грустно. Как от него избавляться? Психотерапия прекрасно помогает с этим. Долгий упорный труд позволяет избавиться от чувства вины. Правда. Я прошел через это. «Если человек не знает, чего хочет, что с этим делать?» Спрашивает Стаси 753 в Инстаграме. Дорогая Стася. Если человек не знает, что он хочет, это значит, что он не в контакте со своими эмоциями. Потому что в сущности эмоциональная сфера очень сильно помогает определиться с тем, что же мы хотим. Повторюсь, психотерапия, гештальт, терапия и разные способы познания себя позволяют вступить в контакт с собой и лучше отвечать на этот вопрос, что же хочется на самом деле. Артем, сохрани, пожалуйста, эфир, все время вылетает. Да, сохраню эфир и в контакте и в инстаграме сохраню эфир. Ренат Зиганшин пишет в контакте Артем, вы крутой, так держать, держимся вместе. Держимся вместе, ищем опору в эти сложные непростые времена для всех. Слово о том, как я справляюсь с тревогой. Вот я веду прямой эфир, я записал офф-топ, там проговорил свои ощущения и эмоции. мы сегодня ищем опору и завтра будем ее искать. Мы ищем то, на чем можно почувствовать себя более стабильно, тот самый чил, даже в сложные времена. Меня зовут Артем Дмитриев, я автор и ведущий музыкальной программы Чил, учусь на гештальт психотерапевта в Московском институте гештальта, и у вас есть возможность задать любые психологические вопросы мне прямо сейчас, я абсолютно бесплатно отвечу на них. Какое-то время еще буду в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте вопросы. Владимир Игнатьев ВКонтакте спрашивает, Артем, как довериться потоку? В чем идет речь вообще? Что такое поток? поток воды или что такое? Или это вот это вот то, что про посыл во вселенную, это вот отсюда, да, как довериться потоку? Ровно так же, как довериться посланию во вселенную. Это из той же оперы вопрос, из той же оперы ответ. Алка Стрель спрашивает в инстаграме, помогают ли психоделики для решения психологических вопросов? Пробовали ли вы? по поводу психоделиков и любых веществ. Они выполняют ровно ту же миссию и функцию, что и любые вещества, которые попадают к нам в организм. Они меняют биохимию организма. А это, в свою очередь, влияет на мозг. поэтому в какой-то степени это помогает познанию. минимум у тебя будет новый опыт психоделический. Лиана Рос спрашивает в инстаграме, есть ли у тебя самый близкий друг? Да, есть. Радорадосо спрашивает, в инстаграме сложно и стыдно просить о помощи как быть. Спасибо. Сложно и стыдно просить о помощи как быть. Учиться просить а как еще? Рисковать, спрашивать, получать отказы, согласие в какие-то моменты. Только так, методом проб и ошибок. Виктор Клюйчук спрашивает, чилл-встреча в СПБ не состоится? Пока запросов не было. Поэтому пока не ясно, что будет с чилл-встречами. Может быть будут, может нет. Посмотрим. Как захотим, так и будет. Так, Бутерман А.Бутерман пишет в инстаграме формат офф-топ очень крутой. Спасибо, сегодня я записал офф-топ. Вот после этого прямого эфира офф-топ появится на всех подкаст-платформах. Там порассуждаю немного о войне и о том, что вообще происходит. Ну и вообще о своем видении мира, жизни и всего такого. Артем, добрый день. Как поднять самооценку? Какой-то период в жизни отсутствия цели? Что такое самооценка? В сущности это некое переживание внутри нас, правда? То есть мы переживаем это как у меня есть самооценка или у меня нет. Это некий эмоциональный фон, который присутствует в жизни и некий мыслительный процесс, который сопровождает эти переживания. Вот и все, что такое самооценка, верно? Как ее поднимать? Так как это некая мифическая конструкция, то не совсем понятно, что такое опускать самооценку, а что такое поднимать. Нужно разбираться с конкретным случаем, что именно вы вкладываете в это понятие самооценка. Скорее всего, это вопрос действительно смысла. А вопрос смысла это вопрос вообще жизни на земле. Кто я и куда я иду и зачем? То есть сразу мы цепляем очень-очень богатую и глубокую тему, на которую в прямом эфире за несколько секунд не ответить. 70851 Ольга Кома спрашивает, как перестать прокрастинировать? Обрести смысл. Прокрастинация это отсутствие смысла зачастую. Хрена что-то делать, если можно не делать ничего. Вот и все. Мы слишком ленивы, чтобы отрывать задницу от дивана, если никакого смысла нет. Вот и делайте выводы. Сергей комиссар спрашивает в инстаграме. Приветствую. Психология как смена вида деятельности или же способ разобраться в себе и донести. Так, сорян, Сергей комиссар, я не понимаю, что ты пишешь. Стаси 753 спрашивает в инстаграме. Самое большое открытие, которое ты сделал для себя, изучая психологию? Самое большое открытие, которое я сделал, изучая психологию. Все не такое на самом деле, как кажется. Вот такое открытие. Все не так, как кажется на самом деле. «Так, что для тебя есть любовь?» спрашивает Абутерман в формате близких отношений. Что такое любовь в формате близких отношений? Умение быть вместе несмотря ни на что. Наверное, так. Способность прощать. Но у всего есть границы. Я так это описал. В инстаграме вопросы кончились. Переходим к В В В В В В В Отвечаю на любые психологические вопросы. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодняшним днем пытаемся найти стабильность во всем том, что происходит. Поэтому я отчасти решил выйти в прямой эфир и поотвечать на ваши любые абсолютно вопросы психологической тематики. Артем, доброго времени суток. «Как овладеть постоянным душевным спокойствием?» спрашивает Тимур Журавлев ВКонтакте. Вообще встречали что-то в нашей реальности, в нашей жизни постоянное? То, что всегда есть. Я не встречал. Все конечно, все заканчивается, включая душевное спокойствие. Поэтому тот запрос, который вы тут предъявляете, дорогой Тимур, это задача, которую выполнить нельзя. Невозможно найти постоянное душевное спокойствие. Это иллюзия. Алексей Сидоров спрашивает, что тебе снится в основном? сны сны это не кинофильмы, правда? И не видеозаписи, поэтому я не заказываю сны, они сами приходят, они все время разные. Я могу точно сказать, что сны напрямую связаны с психикой. Это точно. в инстаграме чувак рекламирует психоделические эксперименты. Говорит, что это лучше, чем любовь и даже секс. Молодец. Ренат Зиганшин говорит и спрашивает во ВКонтакте. Кстати говоря, сколько идет прямой эфир? Час уже идет, скоро будем заканчивать. Я много лет без отношений с девушкой, поначалу это тревожно, сейчас привык. Много ли в нашем время людей в подобном положении? Ренат, у меня нет статистики по поводу сколько людей находится без отношений. Мне кажется, много в целом по больнице, так сказать. Дамы и господа, леди и джентльмены, мне кажется, что я на все вопросики ответил, любые психологические вопросы, ищем поддержку друг друга, стабильность в эти нервные времена. от меня зовут Артем Дмитриев, Давайте, может быть, на завершение нашей встречи сегодняшней, этого прямого эфира, давайте немного помедитируем, может быть. Екатерина Рина пишет, настроение ужасное сегодня, хочется поднять, а это я уже отвечал на этот вопрос. Дорогой Артем, хочу спросить о таком случае, я как творческий человек выражаю свое настроение и вообще мысли в работах. В последнее время чувствую, что устала, но творчество помогает хоть как-то держаться. И вот случился неприятный разговор с родным для меня человеком, что откровенно высказал весь негатив в сторону моих работ, что окончательно подкосило. Так, а в чем вопрос? Как можно выйти из этого потока бессилия и снова? И снова начать творить. Марина, ситуация в том, что тот вопрос, который вы задаете, он чертовски сложный для ответа, потому что в нем очень много неизвестных. Что конкретно с вами происходит и по какому поводу вы чувствуете бессилие, это может быть все, что угодно. Поэтому нужно разбираться. Так просто невозможно. Так вот, мое предложение следующее. Если оно вам откликается, напишите. Нас уже осталось совсем не так, чтобы много. Видимо, действительно... Я в любом случае сохраню прямые эфиры. И... Ну и так далее. Давайте немного помедитируем, если это возможно. Но можем и не медитировать. Можно просто попрощаться, я пойду жить свою жизнь, а вы будете жить свою. Еще раз повторюсь, мне очень грустно, что происходит с миром. Мне очень жаль тех людей, которые находятся в панике. Это очень тяжелое переживание. Мне, в принципе, грустно, что в сегодняшние времена эти конфликты, их эскалация вообще становятся возможными. Это отвратительно. Жалко, что люди продолжают решать вопросы силовыми методами. Но что, с другой стороны, что говорить. 15 минут назад я сам был такой. И считал, что нужно всех несогласных, всех, кто против моего мнения, мочить в сортире. Поэтому чему я удивляюсь? Ничему. Спасибо за творчество твое. Я тебя слушаю уже более 10 лет. И визуальный формат общения – это круто. Да. Это круто. И психологическая тема меня глубоко интересует. Правда. Поэтому, в принципе, и мне полезно, и вам хорошо. Роман Дамажиров пишет ВКонтакте. Спасибо, такие вещи не нужны. Жду следующего включения. Ну, по поводу постоянного включения, я не знаю, не знаю. Посмотрим. Потому что все-таки я трачу время, драгоценной своей жизни, того самого подарка, о котором я рассказал. Я получаю, конечно, с этого что-то. Но надо понять, что же я получаю. Дамы и господа, давайте мы медитацию отложим на следующий раз. Еще тут появилось пару интересных вопросов, я на них поотвечаю и буду отчаливать. Я надеюсь, что я вам немного помог найти какую-то опору для себя. И ощущение чил входит в вашу душу, сердце и ум. Так, Сандра Чегринец в ВКонтакте спрашивает. Вы сказали, что без отношений, а как же сексуальная жизнь? Сандра, вы к кому обращаетесь? Потому что мы обсуждали вопрос парня, который спрашивал про, собственно, надо ли вступать в отношения. Сергей Ананичев в ВКонтакте спрашивает. Вы украинец? Нет. Нет. Так, и еще пара вопросов. Как вы относитесь к дежавюю? Часто ли вы видите дежавюю? С удивлением я отношусь. Часто ли я вижу? Редко. Артем, а вам самому нравится свой голос? Да. Да, 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 да. Так, здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Артем. Очень изменились. Видимо, я изменился. Новый образ изменил вас, но голос остался. Это еще не конец моих перемен. Планирую врубить кольцо в ухо и сделать татуировку. Какие дела? Дамы и господа, я вас благодарю. Те, кто был со мной. Спасибо за ваши интересные психологические вопросы. Мне было интересно. Возможно, в будущем мы это повторим. Так, ВКонтакте весь завис. Прекрасно. Прекрасненько. Да, ВК завис. Отлично, ребята из Инстаграма. А, нет. ВК вроде действует. Да, с вами прощаюсь. Сохраняю трансляции. Если будут мысли о том, когда их делать, что с ними делать, с этими трансляциями, насколько вам было интересно и любопытно, насколько вам это...